О том, как будет развиваться полуостров и какие проекты федеральной целевой программы сегодня реализуются наиболее активно, поговорим с заместителем председателя Совета Министров Республики Крым Евгением Кабановым. Евгений Константинович, добрый вечер, приветствую вас в нашей студии. Добрый вечер. Вы не так давно в этой должности. Скажите, пожалуйста, с какими задачами уже успели столкнуться? Преодолимыми ли, непреодолимыми? Ну, знаете, как бы непределимых задач у нас нет, тем более программа ФЦП для нас является на сегодняшнем приоритетным. Сейчас находимся в стадии глубокого анализа ситуации и в ближайшее время будет, ну, мы, скажем так, уже начали принимать управленческие решения, в частности, реорганизация нашего Министрория путем слияния с СКС. Это одна из основных сейчас предпосылок, которым мы занимаемся. Дабы, по нашему мнению, на сегодняшний день ситуация с контролем ФЦП разбалансирована, было принято решение, оно одобрено главой республики, о том, что будет у нас создан единый центр на базе Министерства строительства, который будет отвечать полностью за ход реализации программы ФЦП. Где провалы были до этого? Вот вы сейчас сказали, что вы погрузились и проанализировали. До конца ли проанализировали? Ну, скажем так, уже на 75% анализ завершен. Провал был один. Назовем так, это Козуринский период, когда подрядчики заводились, имея, по большому счету, только мобильный телефон и записную книжку. По-простому, да? Такого уровня подрядчики заводились. Некачественно выполнена проектная документация. И, собственно говоря, мы сегодня пожинаем эти плоды. То есть документация, которая была запроектирована в 2016 году, стройка была дана в 2017 году. Сегодня у нас 2018 год, и мы видим, что провалов. У нас на сегодняшний день по линии, например, социальной политики, то есть мы имеем в виду там садики, школы, поликлиники, многоквартирные жилые дома, ну нет ни одного объекта, где бы нам не приходилось перепроектировать тот или иной. Активно вмешиваться, да? Да. К сожалению, это так. И вот для себя какие планы наметили в плане реализации этих перспектив для того, чтобы исправить эту ситуацию? То есть это кадровые какие-то решения, волевые решения, режим ручного управления, выруливания этой ситуации? Сегодня же не исключительно, к сожалению, исключительно режим ручного управления. Глава поддержал идею создания на территории Республики Крым службы единого государственного заказчика, в которой будут работать исключительно строители-профессионалы. Это люди, которые имеют опыт работы на больших федеральных стройках, будь то Сочинская Олимпиада, будь то Владивосток, где были, скажем так, построены значительное, большое количество федеральных объектов. То есть такие опытные товарищи, да? Да. И на базе, то есть задача какая? Чтобы у нас учителя и врачи перестали заниматься стройкой. Стройкой должен заниматься строитель. Соответственно, кухарка тоже не может управлять, да? Ну, как сказала Ленин, да. По практике доказано, что не самое эффективное решение. Поэтому именно у нас разбалансировка произошла из-за этого. У нас учителя подбирают земельный участок, подсадик, у нас учителя, врачи занимаются техническими условиями на электрификацию или газоснабжение того или иного медицинского учреждения. Естественно, у них задачи-то другие. Их профессиональные навыки заточены под другой. Учить и лечить наших крымчан. Но это конкретные примеры, да? То есть это не выдуманные какие-то ваши аллегории, да? Это то, что у нас сейчас на сегодняшний день происходит. Я знаю, что вы активно ездите по объектам, досмотрите, непосредственно принимаете участие. И вот в ручном режиме, опять-таки, управляете, решаете вопросы на местах. Много ли таких уже объектов посетили? На сегодняшний день... Я знаю, что вы в Ялте не так давно были. Ну, в Ялте у нас... Ну, к сожалению, Ялта у нас на сегодняшний день. К моему горькому сожалению, это муниципалитет, в котором на сегодняшний день мы имеем 4 объекта ФЦП. И не побоюсь этого слова, 4 объекта ФЦП брошены. Подрядчик сбежал. На сегодняшний день идет судебная процедура. По ряду объектов возбуждены уголовные дела. Но в республике от этого ни холодно, ни жарко. Садиков нет. Подрядчиков и садиков нет. Подрядчиков и садиков нет. Ну, сейчас принимаем решение. Глава поддержал, что, наверное, будет выделено дополнительное финансирование из наших республиканских источников для достройки одного объекта на улице Пионерская. Приложим максимум усилий, чтобы хотя бы мы в 2019 году вышли уже на финишную прямую по достройке этого объекта. Потому что 2 года объекты стоят просто брошен. Просто садик на улице Пионерская, он имеет, скажем так, более или менее готовность, похожую на садик. Издалека видно, что это садик, да? Издалека видно, через забор видно, что это садик. Поэтому, дабы показать какую-то динамику, было принято такое решение. Ну и по Ялте у нас была большая проблема с дольщиками. А количество объектов, которые мы осетили, у нас всего объектов на сегодняшний день реализуется на территории Республики Крым. Вся программа, это порядка чуть больше 500 объектов. Чуть больше 100 объектов уже введено в эксплуатацию. 400, да? Осталось порядка 400 объектов. Текущих объектов у нас в работе на сегодняшний день 200. Ну объехал где-то реально. Ну там же объекты и проектно-изыскательские работы, и самостройка. На разном уровне строительства. Порядка 50 объектов мы уже посетили. По этому году в эксплуатацию введем, наверное, до 20 объектов, к сожалению. Так вздохнули немножко. Ну потому что планировалось чуть больше, но до 20 объектов, наверное, мы введем. Это и линейные объекты, инженерные коммуникации, и несколько даже детских садиков. На следующей неделе у нас, ну мы планируем в Евпаторе, в Новоозерке ввести детский садик на 260 мест. Поэтому приглашаю вас на открытие. Ну это будет не открытие, это будет, скажем так, назовем это так, итоговая комиссия по приемке объекта. То есть будут там представители ГАСКО, будут представители администрации. Я приеду обязательно посмотреть, как строители закончили, сделали, и торжественно вручим декларацию о завершении объекта. Будем говорить, что объект будет сдан. Ну на такой, скажем так, минорной ноте попытаемся закончить. Евгений Константинович, а будете наращивать темпы? Я так понимаю, что вот сейчас вы вздохнули 20 объектов до конца года. В следующем году вот нагонять планируете? Ну для того, чтобы нагнать, нужно вначале поработать с проектной документацией. К сожалению, проектная документация в большинстве своих случаев не соответствует реальности. То есть у нас есть случаи, где, опять же повторюсь, это период 16-17 года, где у нас, например, по ряду объектов не учтена сейсмика в сейсмоопасных районах. Соответственно, все переделали, соответственно, конечно, да, это опасно. Вызываешь проектировщиков, говоришь, ребят, вы же лицензированы, как вы так сделали? Ну мы взяли, передрали, штампик поменяли, нужны были деньги, вот так сделали. Ну хорошо, получайте уголовное дело, если вы так... Ну то по-другому не получается. К сожалению, подрядчики, которые в тот момент заходили сюда, имели такой более, скажем так, авантюрный склад своей направленности. Меха говоря, лояльно настроены были по отношению к ним, да? Ну я не знаю, лояльно это не лоя, это же проблема на сегодняшний день наша, именно авантюрный. Поэтому, а давайте что-то нарисуем, там разберемся. Ну вот примерно вот так. Поэтому сейчас стоит вопрос, мы порядка 30 подрядчиков на сегодняшний день, уже написано обращение в органы, в правоохранительные органы, это МВД, ФСБ, о привлечении подрядчиков к уголовной ответственности. И на сегодняшний день, как бы, обратная связь получена, начинаются проверочные мероприятия, поэтому я думаю, что мы сейчас о громких уголовных делах услышим и, наверное, надеемся каких-то там... Ну услышим, а мы снимем. Да, на каких-то посадках, потому что, ну так работать дальше невозможно. Евгений Константинович, вы сейчас, когда говорили о том, что были в Ялте, упомянули о дольщиках и этой проблеме, вот, о ней хочется поподробнее узнать. Ну на самом деле тоже боль такая, как бы, понятно, что Крым для всех граждан Российской Федерации на сегодняшний день является весьма инвестиционно привлекательным. И сюда в 2015 году заехала группа лиц соседнего субъекта Федерации Краснодарского края, не Севастополя. поскупала 25 участков под индивидуальное жилищное строительство, посечастные дома, и начала на них возводить многоквартирные жилые дома. Продавала квартиры эта группа лиц по ценам, скажем так, в разы ниже рыночной. Люди, естественно, с материковой части России на это, я из-за выражения, не побоюсь, ввелись. Там, квартира в Ялте стоила миллион, миллион сто. Ну, я квартиру в Ялте за миллион сто, ну, честно, за 36 лет живу в Крыму, я, честно говоря, никогда не видел. Вот у нас эти квартиры появились. Таких людей на сегодняшний день порядка 1400 человек. Да, и получалась ситуация, что застройщик сейчас отошел в сторону, говорит, люди, оставайтесь наедине с властью, власть вам будет помогать. Ну, власть, безусловно, поможет, республиканам. Какая интересная позиция. Да, власть, безусловно, поможет, для этого мы сейчас разрабатываем отдельный законопроект по защите прав обманутых дольщиков, наш республиканский, согласованием федерального Минстроя. Но и застройщиков мы, естественно, от этой ситуации не отпустим. Чтобы вы сказали тем людям, которые действительно не велись бы, да? Люди, покупайте квартиры, но исключительно под 214 ФЗ. Обидно то, что те материковые граждане Российской Федерации, которые прожили долгое время на территории России, понимают, что жилье можно покупать по 214. Но почему-то в Крыму они покупают по каким-то распискам, по каким-то липовым договорам. Я вот задаю вопросы, ты же понимаешь, что здесь должен быть 214. Ну, у меня же нет юриста, мне сказали, что все будет законно. Миллион триста как-то, да, перей. Даже миллион сто. Здравый смысл. Ну, было дешево, у меня больше денег не было, решил купить. Геннадий Александрович, а вы вообще с этим графиком успеваете отдыхать, высыпаться там как-то? Ну, конечно, а как, да. То есть и работа, да? Да, да. Ну, знаю, что работа... Я думаю, что сейчас мы как только раскрутим это все наше движение, строительно-фцепешно назовем так, и фцепешно-строительно, так буду правильно сказать, будет чуть полегче. Сейчас и кадровые перестановки у нас на этой неделе состоялись, да, был назначен новый министр строительства. Поэтому будем надеяться, что с каждым днем будет все интереснее, не сложнее, а интереснее. Вот именно с хорошей точки зрения интереснее. Геннадий Константинович, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию. Не смею вас больше задерживать, знаю, что у вас график очень плотный. Всего вам хорошего, до свидания. Приходите еще. Спасибо.